Всем доброго времени суток! Разнообразить свой сад можно с помощью удивительных растений, которые в течение дня стоят скромно склонив свои головки, а с наступлением темноты распускаются и поражают всех своей красотой. Помимо того, что эти цветы радуют глаз после захода солнца, они источают сильный приятный аромат. Ночные цветы – это чудо природы, которая может занять почетное место в вашем саду. Так давайте посмотрим на эти замечательные цветы. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а мы продолжаем. Ипомея ночная. Она имеет также другие названия – это Ипомея лунноцветущая или Ипомея белая. Обычно Ипомеи открываются с первыми лучами солнца и оцветают в полдень, за что получили прозвище «Утреннее сияние». А вот Ипомея лунноцветущая имеет очень оригинальный распорядок цветения. Ее белоснежные атласные цветки раскрываются с наступлением сумерек и цветут до утра. Эта разновидность удивляет своими огромными цветками до 15 сантиметров в диаметре и необычной формой цветков. Аромат ее цветков очень нежный и немного напоминает миндаль, но, к сожалению, ощущается только вблизи. В сумерках удивительные цветки кажутся светящимися, как маленькая луна. Своим видом и запахом они привлекают множество ночных насекомых, например, бабочек бражников. Выращивают Ипомею через рассаду. Семена Ипомеи лунноцветущие очень крупные и твердые, напоминают орешки, поэтому перед посевом их необходимо замочить на несколько суток с применением стимуляторов прорастания. Первое время рассада растет не быстро, бурный рост начинается вскоре после высадки в грунт. Оптимальное время для посева Ипомеи на рассаду – это самый конец марта и начало апреля. Примула вечерняя, также инотера или ослинник – это двулетнее лекарственное растение с длинным прямым стеблем до полтора метра. Листья у травы зеленые, сочные, в нижней части эллиптические, а наверху – ланцетного типа. В первый год жизни растения у поверхности земли появляется только прикорневая розетка, и лишь в следующем сезоне развивается полноценный стебель. С июня до начала сентября двулетняя примула цветет небольшими лимонно-желтыми бутонами с выемками на лепестках. Цветки распускаются в вечернее время и остаются открытыми до утра, поэтому насладиться их красотой и запахом можно после захода солнца. В настоящее время встретить растения в России можно на Дальнем Востоке, в Средней Полосе и в Предкавказье. Растет примула преимущественно в поймах рек, по берегам, также попадается на пустырях, насыпях и по обочинам дорог. Самый удобный способ размножить растения – это посеять мелкие семена инотеры на рассаду. Оптимально это сделать в первой половине февраля. Миробилис ялапа – это многолетник с прямостоячими стеблями и клубневидно утолщенными корнями. Миробилис чудесным образом пополняет немногочисленный список растений, ароматных в ночное время. Дорогими духами миробилис пользуется деликатно. Это не густой дурманищий аромат королевских лилий, а легкий нежный букет цветочных и пряных нот, ощутимый лишь на достаточно близком расстоянии. В теплом климате он прекрасно зимует и легко размножается самосевом. А в странах с морозными зимами растения чаще выращивают в качестве летника, ежегодно возобновляя семенами. Семена миробилиса сеют на рассаду с 25 марта до 15 апреля. Если их предварительно не обрабатывали, то они прорастут через 14 дней. Смолевка поникшая – это многолетнее травянистое двудомное растение с паникающим, пушистым, железисто-клейким стеблем, высотой до 60 сантиметров. Цветки кремово-белые и паникающие, а лепестки с выемчатым отгибом собраны в одинокую метелку. Растение распускает свои цветы после захода солнца. Смолевка поникшая обладает прекрасным ароматом, который привлекает ночных бабочек. Посадка на рассаду в марте. Ночной флокс – это ароматный цветок, который нечасто встречается в садах, но растения обошли вниманием незаслуженно. В светлое время суток растение выглядит как небольшой 30-сантиметровой высоты, не слишком ветвистый кустик с линейными листьями. При этом его небольшие белые цветки полностью закрыты. На обратной стороне цветочков имеются лиловые отметины, поэтому закрытые бутоны выглядят темными. Раскрываются бутончики в вечернее время обычно ближе к 10 часам вечера. Вид у цветочков очень скромный, по форме они напоминают садовый флокс растопыренный или луговую мыльнянку. Именно в это время и проявляется главное достоинство ночного флокса – сильный и приятный аромат. Запах ночного флокса непросто описать, иногда его характеризуют как сладкий конфетный, иногда описывают ванильным, сравнивают с запахом гелиотропа. Но, в любом случае, этот приятный аромат вполне сопоставим с дорогими французскими духами. Цветение продолжается с июля и до заморозков. Посадка на рассаду в марте, а в грунт по окончании заморозков. Матиола двурогая или ночная фиалка – это растение также известно как ночная красавица. Такое название матиола получила благодаря тому, что после захода солнца небольшие цветы раскрываются и начинают истончать прекрасный аромат, привлекающий насекомых опылителей. Цветочки имеют лиловый оттенок, они миниатюрные. Хоть они и достаточно невзрачные, но способны излучать приятный аромат, который только усиливается в вечернюю пору. А днем такие бутончики закрываются. Высевать матиолу на рассаду лучше в середине марта. Цеструм ночной или ночной жасмин. Его ароматные цветы раскрываются на закате и закрываются на рассвете. Запах, который истончает цеструм ночной, наполняет весь сад. Красота компактного деревца заключается в его листве, которая может быть однотонной, либо сочетать в себе несколько оттенков. Цветки цеструма – это мелкие звездочки, которые украшают куст с весны до осени. Посев рассады осуществляется в марте. Высаживать растения в открытый грунт можно поздней весной в зависимости от погодных условий. Ссылка на цветы в описании под роликом. Ну вот и все на сегодня. Если видео вам было интересно, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и делитесь этим роликом, так как это поможет продвижению канала. Ну и спасибо за просмотр и до новых встреч!